Здравствуйте! В эфире местные новости. О событиях дня, которые произошли в Кормоскалах, Благовещенске, Языково, Чешмах и Глиной Кушнаренково расскажем сегодня. Смотрите в выпуске. Кооператив Кушнаренковского района отметили на международной выставке. И в Кормоскалах подготовились к весенним паводкам. В районном Доме культуры и Глино прошел смотр конкурс танцевальных коллективов. Организовал его детский дом творчества. В этом году в конкурсе приняли участие более 400 танцоров. В итоге первое место в младшей возрастной группе заняли воспитанники школы танцев «Импульс». Также школа взяла первое место в эстрадном направлении среди детей 7-10 лет. В народном направлении победил ансамбль «Степап». В возрастной категории 11-14 лет гран-при завоевали воспитанники Дома культуры села Надеждина. Всех победителей наградили грамотами. Собака из Благовещенска приняла участие в гонках, которые прошли в рамках фестиваля «Павловская лыжня». В сборную самоедов вошли собаки из Уфы, Бирска и Благовещенска. Собрала лохматую команду Екатерина Добрынина. Пока девушка готовила нарты, собаки знакомились. Самый молодой член команды – двухлетняя Берта. Хозяева вообще об этом не подозревали, что их собака может в этом участвовать. Первая пряжка – это ведущая. У меня это мой звоночек, самый крупный Фрэнк. Он реагирует на все мои интонации в голосе, на все мои команды. Мотивация идет в том, что либо их задирают, то, что их обгоняют, им хочется догнать и погрызть немножко передних, кто бежит. Либо у них идет ощущение непонятное, что сзади на них что-то едет постоянно. Еще за счет этого они бегут. В Крымоскалинском районе функционируют три пункта временного размещения населения во время паводков. Они находятся в Сахаевском сельском доме культуры, в детском лагере «Виктория» и в филиале Аургазинского многопрофильного колледжа в Крымоскалах. Организована работа противопаводковой комиссии и утвержден план по безаварийному пропуску весеннего половодия. В зоне паводка могут оказаться Прибельск, Муксино, Ибрагимово, Верхний Тюкунь, Малаево, Бельск, Куяшкино, Симский, Старошариево и Красноярово. Напомню, паводок может возникнуть в любое время, но весной под таянием снега он приводит к более негативным последствиям. 16-17 марта в спорткомплексе Чешмы состоялось первенство Чешминского района по волейболу среди команд, предприятий и организаций. По итогам игр среди мужчин первое место заняла детско-юношеская спортивная школа, второе у гимназии, а третьего удостоился Алткинский сельсовет. Среди женщин золото также взяла команда детско-юношеской спортивной школы. Серебро у центральной районной больницы и бронзу завоевала администрация района. В Языково прошел четвертый районный фестиваль знатоков иностранного языка «Яркое созвездие». В нем приняло участие около ста ребят. Театральный коллектив Первомайской школы показал представление на английском языке и стал победителем. В викторине первое место заняла Валерия Фисенко из Коппокровки, а среди переводчиков Алиса Рузанова из Первомайской школы. В конкурсе-презентация победила Эльза Тухбатулина, а в художественной самодеятельности – Алсу Ишметова из школы Языкова. Всех победителей и призеров наградили почетными грамотами. В Уфе прошел 24-й международный форум «Агрокомплекс». В его рамках ежегодно проводится выставка сельскохозяйственной продукции, техники и новейшего оборудования. В форуме приняли участие более 300 компаний из России, ближнего и дальнего зарубежья. Свою продукцию на выставке представил и кооператив «Башкирский фермер» из Кушнаренковского района. Его наградили дипломами второй степени Министерства сельского хозяйства Республики за профессионализм, актуальность, представленные экспозиции и плодотворное сотрудничество. На сегодня это все новости. Далее переходим к прогнозу погоды. Я благодарю вас за внимание. Смотрите нас каждый день на республиканском телеканале ЮТВ и на сайте utv.ru. Поделиться своими новостями вы можете в наших группах в социальных сетях или рассказать их менеджерам в офисах компании Уфанет. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова